Дизайнер Маргариты Бортниковой, Маши аплодисменты. Имя самарского дизайнера Маргариты Бортниковой ассоциируется в мире российской моды с изыскностью, воздушностью и изяществом. Ее кружево на показах Эстет Фэшн Вик и в Доме моды Вячеслава Зайцева всегда принимают очень тепло и восторженно. Я работаю по схемам музея Киото Японии. В Японии представлены старинные кружево. Применяя старинные схемы, мы уже в современной интерпретации их показываем. И каждая схема у нас получается авторская, потому что мы все добавляем, я все добавляю в свои элементы. Самарцы же могут рассмотреть отельевые узоры не с подиума, а что называется на расстоянии вытянутой руки. В Самаре при мастерской открыта галерея, где представлены все изделия дизайнера. Есть в галерее и старинное кружево. Рушник 1910 года. Его подарила дизайнеру внучка-мастерица, которая делала этот рушник ко дню своей свадьбы. Она сама ткала лен, вернее сначала сажала лен, потом ткала этот лен, вот эта тряпочка, потом вышивала, потом прила нитку, чтобы эта нитка получилась. Изначально ткань имела желтоватый оттенок. Чтобы придать ей белизны, ее несколько месяцев держали на снегу. Плели кружево тогда из очень тонкой нити, буквально паутинки. Сейчас нить складывают в несколько слоев, но работа от этого менее сложной не становится. Чтобы связать такое платье, потребуется от трех до шести месяцев кропотливого труда. Когда работаешь крючком, это математический склад ума должен быть, потому что там постоянный счет и постоянное, чтобы правильно сложить все столбики. То есть это очень важно. Освоить плетение кружева можно на мастер-классах, которые проводятся в галерее для всех желающих. Дизайнер Маргарита Бортникова и рукодельница из ее мастерской охотно делятся с девушками своим умением. Марина Матвеевшина, Артем Сулайманов. События.